Привет, привет, привет! Новая большая география. В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Но как много мы знаем об этой стране? Ничего? Ну тогда смотри. В шорках ходить там нельзя. Купаться в водоемах тоже нет. Бережно относиться к воде нужно. Ну и алкоголя там тоже практически нет. О стадионах тоже не знаешь? Ну тогда давай это исправлять. И наверное сегодня не буду анонсировать что будет в выпуске. Просто начинаем. Ах! Катар-катар! Как много вы знаете об этой стране, кроме как надпись на майках Барселоны в качестве основного спонсора авиалиний этой страны? Уверен, что мало. Давайте попробуем это исправить. Катар. Страна на Ближнем Востоке. Расположена на полуострове и почти со всех сторон омывается Персидским заливом. Кроме одной стороны. Той, которая ограничит Саудовской Аравией. Ландшафты Катара – это пустыни, пустыни и еще раз пустыни. Даже оазисов здесь крайне мало. Поэтому и основная проблема тут – это нехватка воды. По сути, история Катара схожа с Эмиратами. Бедное государство. Нашли нефть. И тогда все изменилось. В 2017 году ряд СМИ и политических экспертов обвинили Катар в спонсировании экстремизма. В тот же момент Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и ряд других стран разорвали все дипломатические отношения и закрыли границы с Катаром. Но спустя 4 года блокады, как ни странно, Катар стал только сильнее, наращивая темпы развития экономики. Население всей страны меньше 3 миллионов человек. Средняя температура летом на полуострове постоянно подскакивает выше 50 градусов. А прохладный сезон длится с декабря по март. Ну как прохладный? Относительно. К примеру, средняя температура сейчас, в январе, в Дохе составляет порядка 25 градусов. В общем, чемпионат мира 2022 пройдет именно здесь. Как говорится, знакомьтесь, Катар. Получил он право проведения в тот же момент, что и Россия. Ну а потом уже случился огромный коррупционный скандал о том, как эти страны получили право проведения. Тем временем, остается менее двух лет до Мундиали. Давайте изучать. Итак, первый стадион на сегодня, на котором пройдут матчи ближайшего чемпионата мира, международный стадион Халифа, расположенный в Дохе. Столица Катара с населением 800 тысяч человек. Давайте для начала посмотрим его презентацию, чтобы понять, что же такое нам с вами обещают. А потом я уже буду рассказывать. Халифа. Это единственный стадион, который построен в стране до чемпионата мира. Его возвели и открыли аж в 1976 году. В 2005 году его перестроили к 15 азиатским играм, увеличив вместимость с 20 до 50 тысяч человек. После получения Катаром статус страны-хозяйки 22, стадион также реконструирует. Сейчас он вмещает 45 416 человек. Последняя перестройка, кстати, произошла в 2017 году. Согласно сайту FIFA, здесь в 2022 году должно пройти целых 8 матчей, что неплохо впечатляет. В 2022 году мы увидим мало того, что первый чемпионат мира на Ближнем Востоке, так еще и первый чемпионат мира не в летние месяцы. А зимой. Проведение чемпионата мира запланировано на ноябрь-декабрь. Ну а теперь второй стадион. И для этого мы отправляемся в Вар Райан. Ну, отправляемся это вообще грубо сказано. Это скорее пригород, Дохи, нежели отдельно стоящий город. Но тем не менее. Итак, второй стадион предстоящего чемпионата мира – Ахмед бин Али. Он был открыт совсем недавно, в конце 2020 года. Согласно данным FIFA, здесь пройдут 7 матчей мундиаля. Давайте посмотрим презентацию. В самом начале презентации нам показывают самобытность местной культуры. Далее элемент за элементом оживают. И все перемещается куда, но куда же еще? В пустыню, к месту строительства стадиона. Объекты вокруг появляются, принимают форму песчаных дюн. Появляется стадион. И теперь те самые элементы прилипают к фасаду. А теперь апогей. Развязка. Фасад оживает. Такой дизайн, смешанный с историей, и в то же время по-настоящему современный получается. Я вот что. Предлагаю вам в комментах сравнить стадионы чемпионата мира 2018 и 2022. Понятно, что Катару только предстоит принять первенство. Но часть стадионов уже построена. И еще давайте проведем в сообществе голосование. Пишите и голосуйте. Ахмед бин Али – это новый стадион, который был построен на месте старого, построенного в 2003 году и вмещающего 21 тысячу зрителей с таким же названием. Новый же стадион начали строить в 2016 году. Открыли стадион 18 декабря прошлого года. Ровно за два года до финального матча мундиали. И между прочим, для Катара это не обычный день, а самый главный праздник – День независимости страны. Открыт стадион был финальным матчем Кубка Эмира между Аль-Садом и Аль-Араби. Новый Ахмед бин Али вмещает немного более 40 тысяч человек. Новый стадион также является домашним для футбольного клуба Аль-Райен. Ну что, как тебе такое? По-моему, крутость зашкаливает и заставляет прочувствовать местную культуру. Не правда ли? Катар обещает провести самый компактный чемпионат мира в истории. Обещают даже, что можно будет за день посетить два матча. Судя по расстоянию между стадионами, это вполне реально. А мы отправляемся в Эль-Хор для знакомства с третьим стадионом. Удаленность от предыдущей точки 50 километров. Город расположен на побережье Персидского залива. В переводе на русский дословно Эль-Хор и означает «залив». В 2019 году стартовало строительство наземной линии метро. Так что у болельщиков точно не будет проблем с логистикой. В Эль-Хоре в большинстве своем проживают работники нефтегазовой отрасли. Прежде всего из-за близости расположения города к нефтяным и газовым месторождениям. Ну и презентация. Ага, палатка. Большая. Я бы даже сказал огромная. Катарский парк Галецкого. Стоянка. Ну как же без дорогих машин тут? Нам показывают окрестности. Но посмотрим, что из этого вообще реализуют. Казанию научено уже. Продолжение следует... Тянут, тянут, тянут Ииии... это все? Ну вообще же не впечатлили Ну а теперь смотрим, что получилось Вау! Ну же, говори ты, вау! Теперь тебя впечатляет? Меня? Да. Честно, дизайн – это вообще отдельный разговор и кажется чем-то просто нереальным. Это второй стадион по вместимости на чемпионате, здесь пройдут целых 9 матчей. Мне кажется, что в год проведения Мундиаля этот стадион заберет себе статус лучшего в мире, благодаря своей самобытности и неповторимости. Вообще, слоганом грядущего чемпа можно сделать фразу про «чувствуй нашу культуру». Как тебе такая палатка гадуина, а? А еще в этой палатке есть выдвижная крыша. Ага, ну а как же палатки без крыши-то быть? Открыть стадион должны в самое ближайшее время. Датой сдачи значится 11 февраля 2021 года. И снова праздник – Национальный день спорта Катара. Вместимость стадиона значится как 60 тысяч человек. Что ж, впечатляет. Очень впечатляет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, изначально планировали построить в Катаре 12 стадионов, но по итогу оставили только 8. Да и даже с ними возникает вопрос, как их будут использовать потом. Посмотреть бы на них спустя несколько лет. А мы продолжаем знакомиться. Четвертый стадион грядущего Мундиали. Его презентацию даже показывать долго не буду. Она реально стрёмная. Просто покрутились вокруг стадиона. И все. Типа палатки презентация, короче. Зато есть сравнение, что должно было быть и что по итогу получилось. Похоже, практически идентично. Не то, что в 2018 году. Я не ехидничаю. Просто посмотри проверки о стадионах в РФ. И поймешь, что хотели сделать и что сделали по факту. Дизайн стадиона Аль Джану был вдохновлен парусом лодки Дау. Традиционной лодки Персидского залива. А само сооружение должно зрителю создавать ощущение пребывания на корабле. В то же время оно должно создавать впечатление перевернутого корпуса лодки Дау. Честно, ничего не понял. Как может складываться ощущение, что ты на корабле, когда ты под перевернутой лодкой? Кажется, намудрили. Открыт стадион 16 мая 2019 года. Также финалом Кубка мира. Между Аль Духайль и Аль Сад. Во время чемпионата мира здесь пройдет 7 матчей. Вмещает стадион 40 тысяч человек. Но после чемпионата мира ровно половину кресел демонтируют и вместимость снизится вдвое. А стадион станет домом клубу Аль Вакра. А, ну еще тут можно разложить крышу, чтобы спасти всех от палящего солнца. В том числе и поле. Хорошая штука. И возвращаемся к тому, о чем обычно говорим в начале раздела. Где это расположено? Эль Вакра. Самый старый населенный пункт в Катаре. Ранее это была просто рыбацкая и жемчужная деревушка. А сейчас это город с населением 140 тысяч человек. Удаленность от Дохи всего лишь каких-то два десятка километров. Но теперь двигаемся дальше. Возвращаемся в Доху, чтобы познакомиться с пятым стадионом чемпионата мира 2022. Стадион Аль Тумама расположен недалеко от международного аэропорта. Так, давайте посмотрим презентацию сначала. Ну вот, пролетаем аэропорт, подчеркивая местоположение. И летим, летим. Куда же мы летим? Куда-то в жилые кварталы. Куча вязаных шапочек. Кстати, эта шапочка называется Гафи. Ага, снова знакомимся с культурой. И со всех шапочек улетает что-то и к месту строительства. Ну вот, стадион Шапочка. А теперь, что сделали? Обс и стадион Гафия в реальности. Знакомьтесь, это Аль Тумама стадион, который должны открыть в этом году, но точной даты пока нет. Вместимость стадиона составит 40 тысяч человек. Ну а потом его так же, как и Аль Джануб сократят до 20 тысяч мест. Идея однозначно классная, но что-то так себе в итоге. И добавить особо нечего, кроме как того, что тут пройдет 8 матчей. Субтитры сделал DimaTorzok Отправляемся в Альрайен. Еще один город, который по сути и есть Доха. Вот интереса ради. Удаленность от Аль Тумамы стадиона, о котором мы говорим сейчас, составляет 18 км. Удаленность от стадиона халифа 12 км. А от Ахмед бин Али и вовсе 11 км. Ну как думаете можно ли посетить два матча за один день? Конечно же да. Так, давайте презентация. Что-то современное нам показывают. Ах, вот оно что. Ага, ну да, современное. Фасад что ли зеркальный? Я не пойму. Непонятно. Но здесь так себе презентация. Ладно, ничего там интересного. Давайте посмотрим, что получилось по итогу. Ну как минимум это достаточно сильно выбивается из общей массы стадионов ЧМ 2022. Ну и в принципе получилось очень так похоже на презентацию. Правда он совсем не зеркальный, как мне показалось изначально. И название всему этому Education City Stadium. Такое имя получил стадион, потому что расположен среди нескольких университетских кампусов. Стадион построен в форме зазубренного алмаза. Начали строить стадион в 2016 году и 15 июня прошлого года он был открыт. Его вместимость составляет 45 350 мест. После чемпионата мира он также будет уменьшен до 20 тысяч. Во время Мундиали на Education City пройдут 8 матчей, а мы постепенно движемся к завершению. Мундиали на Education City пройдут 8 матчей, а мы постепенно движемся к завершению. Отправляемся в... Стоп. Никуда не отправляемся. Почти. Остаемся в дохе. Только двигаемся к берегу Персидского залива. Удаленность от Education City 18 километров. От Аль-Тумама 14. Что же здесь такого строят? Давайте посмотрим презентацию. Груз на корабле. Да, морские пути это основные каналы поставки для катера. Так, а теперь из всех этих контейнеров словно из конструктора лего собирается стадион. Да это лайфхак какой-то. Вот сюда прям очень хочется попасть. Потому как это вообще пока что не имеет аналогов в мире. Также интересует вопрос безопасности. Как это все сконструировано? Насколько это все масштабно? И есть еще одна презентация, которая относится уже к наследию. Вот представим. Чемпионат окончен. Теперь это все разбирается и строится из этого несколько разных объектов. Стадионы меньших масштабов. Арт-объекты. Да все что угодно. А в том самом месте, где был расположен стадион во время Мундиаля, создают красивейшую набережную с видами на Персидский залив. И название всему это. Раз Абу Абуд. Стадион. Сейчас еще очень много работы со стадионом, а в Катаре обещали, что построят все объекты до 2020 года. Как видите, слово немного не сдержали. Но ничего страшного. Время еще есть. Как вы поняли, рас Абу Абуд после проведения Мундиаля будет абсолютно полностью демонтирован и на самом деле это наилучшее решение для такой маленькой страны. Ведь в содержание арены выходит сотни миллионов. Но одновременно понимая разумность данного решения становится весьма грустно от того, что такой масштабный и необычный стадион просто исчезнет. Я, конечно, восхищен всем этим. Не знаю, как вы. Но когда изучал весь этот материал в интернете, особого восторга у пользователей не увидел. Странно. Это же круто. Вмещать в стадион будет 40 тысяч человек. Обещают достроить в этом году. Но честно, я не уверен. Работы довольно много. Если и достроить, то скорее всего в самом конце года. На раз Абу Абуд пройдет 7 матчей чемпионата мира. Субтитры сделал DimaTorzok И восьмой стадион чемпионата мира. Последний и самый главный. Так, презентация. Отдаленная деревушка. И даже здесь дети играют в футбол. Символично. Но так и в Африке, и в Южной Америке. Да много где. Пацаны играют. И им нет дела до окружающих. Но в один момент мяч залетает в мастерскую. И дети чувствуют вину. Но вместо брани в дело вступает катарское гостеприимство. И детей угощают. Финиками. Неужто мы увидим стадион финик? Нет. Чаша. И теперь мы перемещаемся из далекого прошлого в настоящее. В какой-то научный центр. И заметьте, в кадре женщины. Это намек, что права женщин в этой стране не ущемляются. Ну а дальше чашу проецируют на стадионах. Познакомьтесь. Это Лусаил. Да, за основу дизайна стадиона взята традиционная арабская чаша, которую находили археологи по всему миру. Расположен будет стадион в строящемся городе Лусаил. Специально к чемпионату мира. По сути, это еще один пригород Дохи. Это современный и развитый город. Планируется, что его население составит порядка 250 тысяч человек. Стадион в Лусаил будет вмещать 80 тысяч зрителей. И именно здесь пройдет финал грядущего ЧМа. В сумме Лусаил примет 10 матчей мундиаля. Самое интересное, что после проведения всех матчей на этом стадионе демонтируют все 80 тысяч мест и отдадут их в нуждающиеся страны. А на стадионе откроется общественное пространство, школы, кафе и медицинские центры. Обещают открыть стадион в 2021 году. Но работы, так же как и на раз Абу Абуд, еще очень много. Ну вот и все стадионы чемпионата мира 2022. Насколько это будет крутой мундиаль, мы узнаем меньше, чем через два года. Но пока что все это очень впечатляет и обещает быть интересным. Ну и сейчас я расскажу вам о целях канала. Когда только я его создал, сразу же поставил цель попасть в Катар в 2022 году и показать всю эту атмосферу вам. И у нас обязательно все получится. Но только при одном условии. Мне нужна твоя помощь. Тебе нужно подписаться на канал, комментировать мои ролики, ставить под ними пальцы вверх, но и будет хорошо, если ты клацнешь колокольчик. С Катаром познакомились. Вот так эпично открыли Ближний Восток. Это был на футбик. И кстати, мы проверим. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok